Ребята из Видновской школы номер 9 участвуют в футбольном турнире «Удар в девятку» впервые. Игрок команды Василий Копылов рассказывает, старались подготовиться как можно лучше. Помимо основных тренировок, занимались после уроков во дворе. Выбрали команду, постарались брать всех, кто занимается футболом, чтобы постараться выиграть, попасть в финал, постараться сыграться вместе, пасоваться и никаких финтов не применять в более коллективной игре. Иван Толстых, капитан команды девятой школы, признается, что футбол объединил его одноклассников. Ведь для многих ребят это любимый вид спорта. Вид спорта мне очень нравится и всем нам нравятся пацаны, да? Да! Почему мы это выбрали, я не могу точно сказать. Но нас всех заинтересовал мяч. То есть мяч с самого рождения у нас в ногах. «Удар в девятку» проходит в Ленинском городском округе уже шестой год подряд. Соревнование пользуется большой популярностью у ребят из образовательных учреждений муниципалитета. Для юных спортсменов это прекрасная возможность показать свои способности. «Подарить радость детям, подарить возможность поиграть на большом футбольном поле, а родителям посмотреть на то, как дети развились уже и уже как стали профессионально играть по сравнению с тем, что было хотя бы год назад. Это во-первых. А во-вторых, конечно, приобщить детей больше к спорту, к здоровому образу жизни, чтобы они больше проводили времени на улице, а не в телефонах и в компьютерах». Юные футболисты соревновались в нескольких возрастных группах. Поле было разделено на четыре части. «Каждая команда сыграла по два матча». «Уровень большой, растет, ажиотаж здоровый, команд все больше и больше. Вот в том, значит, старше вообще было по 15 школ. Здесь-то поменьше, ну, может быть, погода там или что-то такое. Вот так вообще почти все школы участвуют в нашем соревновании». Лучшими в своих возрастных категориях стали ребята из Мисайлова и Видновской школы номер два. Турнир входит в состав предварительного этапа «Кожаного меча». Победители поедут на областные соревнования. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гюльнара Балаева, Видное ТВ.